Приветствую вас, и проблема в целом ваша ясна, что есть ясно, собственно говоря, что является проблемой для вас. Но я бы сказал, что не совсем ясно, чего вы хотите конкретно. То есть есть проблема, а проблему, понятное дело, нужно решать, как-то, но вы не ставите вопрос об этом, вы не ставите вопрос о том, что проблему нужно решать. Вы просто пишите о том, что вот так и так, так и так, так и так, и всё. А что дальше? То есть, ну вот, серьёзно, а дальше что? Для того, чтобы работать над проблемой, да, нужен, как минимум, запрос от вас. Понимаете? Нужен запрос. То есть вот именно, что я, к примеру, хочу в себе изменить, к примеру. Понятно, что вы хотите вновь вернуть себя той, кем вы были. Это понятно, но наверняка вы уже поняли, что нельзя. Нельзя вернуть, потому что раз случилось то, что случилось, раз произошло, то, что произошло, значит, вы получили какой-то опыт, да? Вот. И этот опыт вас поменял, он вас изменил. Благодаря этому опыту вы стали другой. Ну, да, вы не совсем верно, не совсем корректно, вероятно, расценили этот опыт. Ну, опыт вы получили, сознание ваше расширилось, а значит, идею о том, что можно вернуть всё, как было, лучше вам оставить. Нельзя. К сожалению. А может и, к счастью, тут тоже не всегда всё так однозначно. Но в любом случае, коли вы опыт получили, то его опыт нужно рассматривать, его нужно усваивать. Его необходимо проанализировать, потому что в противном случае это может привести вас к очень неприятной ситуации, к очень неприятной истории, когда вы потеряете себя. Я думаю, что, ну вот, то, что вы пишете, да, я думаю, то, что вы пишете, связано с тем, что в какой-то момент вы хотели делать, хотели сделать, точнее, что-то, что, вероятно, вам очень было нужно. Что-то, в чём, в чём вы, вероятно, были очень сильно заинтересованы. Вот. Ну, у вас по ряду причин не вышло. И, вероятно, расценивая подобный результат, как негатив для себя, вот, вы и начали сдавать позиции. То есть, вполне вероятно, опять же, я не утверждаю, не утверждаю этого именно наверняка, но вполне вероятно, что вы просто не считаете, что можете совершать ошибки, вы не считаете, что способны совершать ошибки, вы не считаете, что для вас допустимо совершать ошибки. То есть, мне кажется, что это одна из причин. Ну и дальше, в принципе, я думаю, уже вряд ли нужно что-то добавлять, потому что неверное, неверное понимание, неверное представление о том, как устроенных человеческой деятельности, запрет на неудачи, вот, по сути дела, привел вас вот к тому, что вы имеете сейчас. По факту. И я понимаю, что, может быть, вам это неприятно, но все-таки, все-таки, ошибки это нормально. Вообще, выработка правильного отношения к своим неудачам, вот, это одна из ключевых необходимых вещей для успеха, для успешного движения по жизни. Вот. С другой стороны, у вас вполне может быть и такая история, что вы какую-то часть своей жизни, вероятно, достаточно большую часть своей жизни, вы жили не своими чувствами, не своими желаниями, жили, возможно, для кого-то, жили, возможно, для других, не для себя. Вот. А на себя вы, на свои желания вы забивали, на свои желания вы обесценивали, свои желания вы считали не столь важными. И, по итогу, вот это и привело к тому, что вам стало, ну, по факту, по факту, невыносимо. Жить так, как вы живете сейчас, как вы жили, точнее, до начала проблем. То есть, по сути, по сути, ну, можно вести речь о том, что вы живете своей жизнью. Сейчас, именно сейчас, ваши желания настолько, настолько стали о себе сильно заявлять, что вы уже ощущаете это физически. Но, если я прав, что вы не привыкли к себе прислушиваться, то, скорее всего, вы пытаетесь это себе подавить. Что, безусловно, ни к чему хорошему не приводит. Да и, в общем, не может привести, потому что невозможно. Невозможно, чтобы это привело к чему-то хорошему ведь. Желания наши, они нам даны, и это неотъемлемая наша черта. Вот, так что здесь я предлагаю вам пересмотреть историю о том, как вы прислушивались к себе, историю о том, следуете ли вы своим чувствам, следуете ли вы своим желаниям. Вот, и если, если вы это действительно делаете, то как вы это делаете, если вы действительно это делаете. То есть, мне кажется, мне кажется, что здесь очень важно этот момент исследовать. Ну, и, конечно, как справедливо заметил мой коллега, что год, у вас вот, ну, год все было в порядке у вас, и вот только, значит, то есть до этого года у вас все было в порядке, да, а вот, последний год сама не своя. То есть, значит, что-то случилось. Вот, возможно, перенапряглись, как это иногда бывает. Вот, возможно, слишком много взяли на себя, такое, в принципе, тоже бывает. Ну, бывает такая история, что человек слишком много взяли на себя. Вот, возможно, не позволяет себе отдохнуть, расслабиться и так далее. Вот. Ну, тут самое время пересмотреть то, чем вы движете, то, чем вы мотивированы по своей жизни. То есть, что для вас есть мотивация. По сути. Самое время пересмотреться именно к этим вещам, к этим моментам, к этим аспектам, вот, и исследовать их на самом деле. Мне кажется, что это очень важный момент. Возможно, пришло время переоценить, переоценить свои жизненные ориентиры. Вот. Возможно, пришло время как-то провести ревизию какую-то, того, что вы делаете. Вот. Сказать так, конечно, сложно. Но, совершенно очевидно, что сделать это необходимо. Потому что, если вы этого не сделаете, то очень вам будет здесь тяжело. Ну, вам уже, в принципе, тяжело и вряд ли станет легче. Вот. Вот. К сожалению. К сожалению. Больше вам порекомендовать, кстати, к сожалению, ничего не представляется возможным. Потому что, слишком мало информации вы предоставили о себе. Вот. Если бы информации было несколько больше, то, возможно, мы могли бы порекомендовать вам больше. Но, поскольку информации вы предоставили только вот ту, что предоставили, то, соответственно, и ответ вам такой. Простите, если что. На этом, я думаю, все. Если у вас остались дополнительные вопросы, значит, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Подумайте над всеми этими вещами, моментами, которые я дал вам. Подумайте над этими вещами, моментами хорошо, потому что что-то из них обязательно относится к вам в той или иной степени. Вот. Не норобитесь отвергать, отрицать то, что я вам дал, потому что, ну, вы понимаете сами, наверное, что проблемы нужно решать. И что, собственно говоря, проблема не решится, если вы будете отвергать то, что вам предлагают. Вот. Поэтому, не торопитесь. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.